Добрый день! На данном занятии мы с вами будем создавать трехмерную динамическую модель на основе той геологической модели, которую рассматривали на предыдущих двух занятиях. Напомню, что на первом занятии мы с вами знакомились в целом с интерфейсом программного обеспечения Petrel. Мы рассматриваем программное обеспечение Petrel как препроцессор для трехмерного динамического моделирования, которое будем производить в Эклипсе, та же компания ШНТЖ. На втором занятии мы сделали ремасштабирование трехмерной геологической модели. В конечном счете мы с вами получили новую сетку, назвали ее Гидромодул. В ней у нас с вами есть свойства НТЖ, песчанистость, пористость, нефтенасыщенность, ну и проницаемости в трех направлениях. Вы должны были посчитать запасы. Обратите внимание, я немного перестроил куб отопыщенности в исходной геологической модели. И может быть, если я не перезапишу первые ролики, то у вас запасы могут отличаться от тех, которые будут в исходной, построены, вами получены на основе исходного банка данных. Итак, приступим. Мы с вами начнем с того, что для того, чтобы создать трехмерную геологическую модель, вы можете посмотреть соответствующие лекции. И я рекомендую это сделать. При этом фактически наша с вами сегодняшняя работа сведется к тому, чтобы задать 9 свойств. И да, мы с вами будем пользоваться корреляциями, которые имеются в программном обеспечении Петрел. Затем мы с вами, да, при этом в качестве домашнего задания для самоконтроля вы загрузите имеющиеся ПВТ-свойства в исходном банке данных. Аналогичным образом мы поступим с относительными фазовыми проницаемостями, которые мы создадим с помощью корреляционных зависимостей. При этом самостоятельно вы загрузите имеющуюся в банке данных. Вы их впоследствии сравните. Естественно, зададим сжимаемость породы в зависимости от давления. Вот, собственно, наш план на сегодня. А, и закончим мы, соответственно, инициализацией трехмерной динамической модели. Итак, приступим. Ну, во-первых, для того, чтобы у нас с вами была исходная информация перед глазами, я подготовил исходные таблицы. Сейчас я их зафиксирую вот таким вот образом. Замечательно. Итак, мы с вами будем пользоваться двумя группами кнопок. Ну, первая вот здесь вот группа кнопок Fluids, и вторая группа кнопок это ROG Physics. Итак, начнем с Fluid Model. Запустим окно Fluid Model, и с помощью этого окна мы с помощью корреляционных зависимостей попытаемся построить зависимости PVT-свойств от давления. Мы с вами будем строить модель двухватной фильтрации вода-нефть, то есть модель Dead Oil до давления насыщения. Давайте также так и назовем нашу входную модель. Модель PVT-свойств у нас с вами будет называться Dead Oil. Мы можем с вами поставить галочки на моделирование тех свойств, которые нам нужны. При этом можем использовать готовые пресеты, например, выбрать Dead Oil, и автоматически у нас с вами эти галочки появятся. Далее. Ну, во-первых, минимальное давление. Вы можете смотреть таблицу или повторить за мной. 111. У нас с вами давление насыщения 110,7, поэтому я взял чуть больше. Температура 86. Максимальное давление. Ну, можем задаться, например, давлением гидроразрыва, для того, чтобы сразу учитывать всевозможные варианты закачки. И у нас PVT-свойства под это с вами подходили или годились. Давайте возьмем 450. А реферанс спрэши глубина приведения 262. Переходим на закладочку Gas. Здесь у нас с вами известна плотность газа. Выбираем Density. 0,976 кг на метр кубический. Свойства нефти. По свойствам нефти мы здесь с вами будем пользоваться корреляциями. У нас есть плотность. 715 кг на метр кубический. 815. И есть. Есть у нас с вами давление насыщения. 110. И 7. Соответственно, Gas Relation или Solution Gas Relation у нас с вами рассчитается из корреляций. Здесь стоит галочка на Create Tables from Correlations. У нас с вами будет 20 строк в таблицах. И для каждого свойства есть соответствующий набор корреляций известных. Давайте оставим, изначально оставим все по дефолту. Не будем, собственно, изменять начальных пановок. А далее. Water. Вода. Мы с вами не будем использовать корреляции. У нас с вами известна плотность. Плотность равна 1008 кг на метр кубический. Вязкость воды 0,57. Далее. Объемный коэффициент 1.205. Сжимаемость воды у нас с вами 4,5 на 10 минус 5. Экспоненциальный формат мы с вами можем ввести в экспоненциальном формате. После чего, когда мы с вами пересчелкнем, у нас фактически он перейдет в десятичный. Далее. Viscosibility. Это аналог фактически compressibility. Аналог сжимаемости, но для вязкости. То есть. Ну. Сказал то, что есть. Далее. Initial Conditions. Initial Conditions у нас с вами давление 262 на глубине приведения минус 2645, которая равна, собственно, глубине ввода нефтяного контакта. Есть. Таким образом у нас с вами все захватки перестали иметь восклицательные знаки. как внимание. Да. И мы с вами можем нажать Apply. Ждать на нажатие Apply. Обратите внимание, у нас с вами на панели Input появилась папочка Fluids. Появилась модель Detail. Замечательно. Значит. Ну, давайте посмотрим, что мы с вами сотворили. Мы с вами можем это сделать следующим образом. Либо мы с вами можем взять и вызвать, например, новое Function Window. Вот оно появилось. И, например, по нефти можем. Объемный коэффициент выглядит вот таким вот образом. Там вязкость нефти. Следующим образом. Давайте я пока откреплю окно, чтобы не мешало. Далее. Либо можно использовать, вот здесь есть такая замечательная клопка Fluid Plots. У нас с вами двухфазная модель, поэтому есть только для, соответственно, модели Black Coil. И тогда у нас каждое свойство фактически будет в своем окне. В данном случае, соответственно, объемный коэффициент, вязкость нефти. Ну, Solution Gas Ratio у нас с вами константы. Причем, обратите внимание, здесь, ну, несколько отличные значения. У нас с вами 76,5. У нас здесь оси на 85 настроены. Собственно, это рассчитанное значение из корреляции. Мы это с вами тоже можем, по-моему, можем увидеть. Я сейчас попытаюсь посмотреть. Ну, да, вот оно уже считалось. 84,6. Вы, опять-таки, в задании для самоконтроля, вы поиграете с корреляциями для того, чтобы попробовать подогнать корреляционными связями, собственно, построенной зависимости к загружаемому. Ну, и последнее, это, собственно, давление. Здесь вы можете увидеть, вот, initial condition. Да, вы выбираете, и, собственно, когда вы выбираете соответствующую область, вы выбираете, что на ней показывать. Здесь у нас с вами давление и, соответственно, water- Beastful Contact, воднофестный контакт. Видим, что у нас зависимость давления ломается на уровне воднофестного контакта, ну, в связи с плотностью. Соответственно, здесь у нас ниже ВНК у нас с вами вода, плотность больше и дальше, соответственно, с меньшей плотностью у нас зависимость давления идет круче. Замечательно. Движемся дальше. Следующее, что мы с вами хотим сделать, это, собственно, относительные фазовые проницаемости. Давайте попробуем их погрузить. Итак, относительные фазовые проницаемости мы с вами также будем создавать с помощью корреляции. Будем использовать корреляции группы Скори. Зайдем в RockPhysics. Вот здесь вот группа кнопок RockPhysics, кнопка RockPhysics. И давайте назовем наши с вами относительные фазовые проницаемости, для того, чтобы их потом не путать с загружаемыми. Например, SatFunk, SaturationFunction. И здесь назовем ее, например, SetL. Ну, чтобы мы понимали, что она относится к той же самой модели. Далее. У нас с вами нет газа. Сразу обратите внимание, большое количество исходных данных. Мы их с вами лишились, они нам не нужны. Далее. У меня также есть исходные данные. Я подготовил. Замечательно. Используем корреляции. Да, здесь если нажать на вопрос, то вы как раз увидите. Use Cori Correlation to create Relative Permeability Course. Да, то есть используем корреляции Cori для создания относительных фазовых проницаемости. Итак, SORV – это остаточная нефтенасыщенность. У нас с вами 0,298. Вот эти вот CoriOV и CoriOV – это показатель степени в зависимости от корреляциях Cori. Давайте, кстати говоря, попробуем использовать Help для того, чтобы научиться этим пользоваться. При отключительном петреле мы нажмем F1. По нажатой F1 у нас должен с вами загрузиться Help в таком веб-интерфейсе. Ну и давайте мы сюда зададим прямо make rockphysics functions. Ну или make rockphysics. Физикс. Замечательно. Нажмем Enter. Ну и первая, собственно, ссылка, которая нам с вами выпадает – make rockphysics functions. Мы туда зайдем. И увидим, собственно, информацию о том, как пользоваться этим окном диалоговым по созданию относительных фазовых проницаемости по rockphysics functions. Ну, обратите внимание, по закладкам прямо Saturation tab, Compaction tab, Adsorption tab, J-function. Переходим на Saturation tab и можем здесь для себя подчеркнуть, написанная информация, я сейчас не буду ее перечитывать, что и куда задается. А заканчивается все корреляцией. Корреляция для газа. Соответственно, корреляция для нефти. И вот корреляция для нефти в таблице нефть-газ, корреляция для воды. И обратите внимание, ну, можете потом подробнее прочитать, не буду рассказывать про корреляции кори. А вот, где только не написано, если просто в интернете в браузере зададите, получите еще больше информации, чем есть здесь в хелпе. Ну и, собственно, вот эти вот показатели степени. CV это, собственно, вот это вот кори-вота. А, соответственно, CO это кори-вот. Показатели степени. Мы сейчас с вами фактически задаем вот эти вот все насыщенности для того, чтобы можно было построить КЭРО. История о том, что, ну, не буду вдаваться в подробности, не буду повторять лекции про моделирование трехфазных относительно фазовых проницаемостей. Продолжаем. Кори-в у нас с вами двойка показатель степени. Фазовая проницаемость при максимальной нефтенасыщенности 0,709. 0,709. Минимальная водонасыщенность у нас 0,287. И критическая водонасыщенность также равна 0,287. Бывает, что это отличные цифры. Вот, ну, если у меня будет силы снять ролик про масштабирование относительно фазовопроницаемостей, то я, наверное, об этом расскажу. Далее, кори-вота шестерка. КРВ, то есть относительно фазовая проницаемость по воде при остаточной нефтенасыщенности у нас с вами 0,15. И КРВ при стопроцентной нефтенасыщенности у нас с вами 0,44. Есть. Обратите внимание, мы по мере задания значений у нас подсветились красным, подсвечивались ячейки. Ну, потому что они социалистически связаны. У вас не может быть так, как, ну, например, если сюда задам 0, как было изначально, то понятно, что у нас с вами она светится красным 0. По той простой причине, что относительные фазовопроницаемости должны быть монотонны, а у вас получается, что при остаточной нефтенасыщенности фазовая проницаемость больше, чем при стопроцентной водонасыщенности. Ну, и так, собственно, устроена вся таблица. Замечательно. Движемся дальше. Далее мы с вами будем использовать корреляцию также для капиллярного давления. Здесь у нас есть... Да, я не подготовил, к сожалению, таблицу. Ну, давайте сделаем вместе со мной. Максимальное капиллярное давление 0,3. Здесь мы с вами сделаем 0,701. Показатели степени 0,4 и 2. Вы можете их потом... У вас будет время на то, чтобы позаниматься, их поменять и посмотреть, как это будет влиять на зависимость капиллярного давления от насыщенности. При этом вы, естественно, можете просто взять и вбить саму зависимость. Вот correlation for over water, capillary pressure. Вы можете вбить зависимость в Excel и, собственно, построить ее и пользоваться в будущем. Вот, собственно, зависимость. Замечательно. Давайте нажмем Apply. После нажатия Apply у нас с вами появилась папка RockPhysicsFunctions. И в этой папке у нас с вами появились фазовые проницаемости и зависимость капиллярного давления. Ну, давайте, кстати говоря, закроем. И в нашем FunctionWindow... Или нет, кнопка его терять. Давайте еще одну сделаем FunctionWindow. Сделали еще одну FunctionWindow простое. Давайте мы выведем в это FunctionWindow, выведем, во-первых, относительные фазовые проницаемости. Я уберу уже окно. Вот так вот они выглядят. И, соответственно, зависимость капиллярного давления. Ну, вот она. Можете ее увидеть. То есть по этой оси у нас значение относительной фазы проницаемости, по этой у нас значение капиллярного давления. От, соответственно, водонасыщенности. Вот это мы сейчас с вами получили. Следующий шаг, который мы с вами должны сделать, это задать, собственно, сжимаемость. Также это делается через диалог MicropPhysicsFunctions. Единственное, что переходим на закладку Compaction. И здесь сделаем вместе со мной. Минимальное давление у нас, соответственно, заданное минимальное давление 111. Максимальное 450. Мы с вами все равно из этого диапазона никогда не выйдем в рамках модели двухфазной фильтрации из-за того, что 110.7 у нас давление насыщения. Ну, к слову сказать, то есть если вдруг вы поставите где-то забойное давление, скажем там, 109, то просто в тот момент, когда у вас где-то в хвосте давление станет меньше, чем 110.7, симуляр просто перестанет рассчитывать. Соответственно, сжимаемость у нас 0, 4, 0, 4. И reference pressure, глубина приведения, приведенное давление 262. Замечательно. Давайте нажмем Apply. После нажатия Apply у нас появилась, соответственно, опять-таки, в панели Input у нас появилась иконка RockPhysics. И следующий этап, который мы с вами должны сделать, это сформировать вариант, ну, фактически собрать модель и сделать инициализацию. Давайте попробуем это сделать. Значит, мы с вами перейдем на вкладку Simulation. И здесь у нас с вами вторая кнопка слева, Define Case. Фактически, ну, другими словами, определить кейс. Давайте определим кейс. Появляется диалоговое окно, в котором мы с вами можем на первой... Ну, во-первых, давайте его назовем. Назовем вот так же Dead Oil. Собственно, на первой закладке мы с вами можем написать какой-то заголовок, тайтл, какие-то комментарии. Обратите внимание, что может быть очень полезно, потому что в иных условиях у вас может быть не один, не два, не три варианта. Их могут быть десятки. А по прошествии очень небольшого времени вы просто перестаете в них ориентироваться. Ну и, между прочим, как рекомендация не использовать аббревиатуры или слова, знаете, Last, Final, 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 Last. Потом, через две недели, вы уже не понимаете, какой из них все-таки Final. Вот такая вот история. Итак, значит, обратите внимание, симулятор Eclipse 100, то есть мы с вами оперируем моделью Black Oil. Ну, сингл по росте у нас с вами только межзерновая пустотность присутствует. Сетка. Мы с вами выбираем Hydro Model. Можем выбрать 3D Grid и тоже сделать. Единственное, что в ваших... Ваш компьютер должен быть, ну, точно совершенно должна быть 64-разведанная машина, для того, чтобы вы могли на геологической сетке что-то рассчитать. Далее. Закладка Grid. В закладку Grid мы с вами должны внести все, собственно, исходные ну, кубы свойств фактически. Давайте возьмем проницаемость. Вся философия Петреля, она работает по принципу взял-выделил, нажал на стрелочку. А где-то можно переносить, вот здесь, например, нельзя. Есть единичные окна, где это возможно сделать. К этому надо привыкнуть. То есть я выбрал проницаемость, проницаемость направления и вот, собственно, прикрепил ее сюда. Проницаемость по G, соответственно. Проницаемость по K, соответственно. Таким образом, мы с вами сейчас собираем модель, то есть, что у нас является проницаемостью, что является, соответственно, користостью, что является МТЖ. Печанист. Я в данный момент не буду использовать куб водонасыщенности. Мы с вами просто-напросто построится, мы с вами об этом говорили в лекциях, построится куб насыщенности на основе данных капиллярного давления, на основе модели капиллярного галлюциона верновесия. Мы сейчас делаем именно это. Я думаю, что мне хватит сил на то, чтобы снять отдельное видео, ну я уже говорил, на тему масштабирования ОФП, танцевых точек ОФП, и собственно тогда мы с вами используем свод init и ключевое слово, и используем исходный куб водонасыщенности, геологической модели. Далее переходим на закладку functions. Здесь мы с вами должны прикрепить относительные фазовые проницаемости, PVT и соответственно информационную сжимаемость коллектора. Обратите внимание, у нас с вами, многие окна построены по такому принципу, у нас с вами могут быть различные регионы с различными свойствами, как в PVT, так и фазовой проницаемости. Фактически с помощью калькулятора мы можем создать любой куб, и тогда соответственно мы сюда с вами подцепили бы этот куб, единственное, что он должен быть, соответственно, дискретным. Значение должно быть 1, 2, 3, 4, 5, чтобы он понимал, что это регионы. И тогда мы с вами, у нас здесь появится табличка с различными регионами, и мы в них положим свои относительные фазовые проницаемости. У нас с вами в данном случае такой варианта нет. Да, и кстати говоря, вот смотрите, 3-phase relative premobility model. Можно использовать модель эстоуна, либо модель дефолта, который опять-таки вы можете подчеркнуть на лекции. Далее берем с вами, соответственно, относительные фазовые проницаемости, прикрепляем, то есть я выделю заголовок, и, соответственно, сюда я опять-таки стрелочкой положу. PVT свойства я беру initial condition и также кладу. Сейчас, одна секунда. Будем надеяться, что все сработает. Так, дальше rock compaction, я беру rock physics и тоже сюда кладу. Замечательно. Далее, ну, фактически для минимального набора данных мы с вами все заполнили. Я не буду больше никаких настроек делать. Можем нажать apply. После нажатия на apply у нас с вами в разделе cases появился case detail. Мы можем нажать, например, на... Если мы нажмем на кнопочку экспорт, давайте я попробую открыть проводник с нашим с вами проектом. Data base code hydromodel. Обратите внимание, у нас с вами появилась, ранее не было, папочка hydromodel sim. Здесь появилась папочка detail, это как раз одноименная с нашим с вами кейсом. Я сейчас сделаю тот же самый выпуск с закреплением окна. И, соответственно, на данный момент она пустая. Например, если мы нажмем с вами на кнопочку экспорт, обратите внимание, экспорт data files only. Without running the case. Нажимаем экспорт. После нажатия на экспорт у нас с вами появились исходные файлы для расчета Eclipse. Опять-таки, далее, если у меня будут силы и время, то я запишу хотя бы один небольшой ролик по устройству data file. А вот по секциям, ну, может быть, в перспективе совсем немножко о них расскажу, вот, но, наверное, не на этом занятии. Давайте нажмем на ран. Продолжение следует... Итак, друзья, симулятор успел засчитать. Сделать инициализацию. Как можно посмотреть результаты? Ну, самый простой вариант. Мы с вами можем открыть qrt-файл. Делается это, если мы нажмем на кейс правой кнопкой мыши, мы можем с вами открыть printfile. Вот так вот он будет выглядеть. Как он выглядел? Как он выглядит? Да, значит, и здесь мы с вами можем увидеть много интересной информации. начиная с дамы и геологических запасов и подвижных, объема подвижной нефти и так далее. Ну, вот, собственно, результат инициализации и все загруженные файлы, данные, собственно, здесь приведены в этом файле. Что еще мы с вами можем увидеть в результате инициализации? Ну, банально мы с вами можем посмотреть на распределение свойств. Например, мы с вами можем взять и давайте я зачищу окна, выберем наш с вами кейс, перейдем на вкладку Results. И вот у нас с вами уже появилась вкладка Results. Единственное, у нас нет никаких данных по скважинам, у нас с вами только результаты инициализации. Здесь мы можем увидеть и, так скажем, как это называется, статичные данные, ну, статичные данные, да, те, которые были загружены. Ну, тот же самый на этот вопрос, вот мы его с вами увидим. А также можем увидеть результаты инициализации, вот здесь в разделе Dynamic, это Pressure. Помните, мы с вами не задавали нигде давление, вот у нас с вами распределение давления в залеже. Мы его с вами можем увидеть, можем с вами вернуть легенду для того, что мы с вами видели. Ну, вот, собственно, распределение давления, мы его видим. Либо, например, Oil Saturation, а вот у нас с вами распределение нефтенасыщенности. Как-то странно оно выглядит, немножечко. Давайте попробуем поторедактировать книгу. У нас с вами максимальное значение насыщенности 0713. Давайте я это просто сделал руками, чтобы сейчас не тратить время. 0713. Для того, что мы с вами видели распределение насыщенности, как оно, собственно, выглядит в нашей модели. Ну, теперь оно выглядит вот таким вот образом. Особенно хороша минус единица. Здесь я не увидел. Соответственно, 0. Ну, вот, собственно, узнаете, наверное, эту картинку, в которой он был изначально. Очень похоже. Ну, с другой стороны, может быть, и не очень. Давайте посмотрим. Сравним две картинки насыщенности. Это насыщенность. Справа у нас насыщенность в трехмерной гидродинамической модели. А вот, собственно, насыщенность в исходной из геологической. Давайте я, да, вот, то есть, еще на всякий случай выберу в гидромодул. Исходный куб, который мы с вами, обращу внимание, наше не использовали. И давайте, например, отфильтрую по НТЖ. Помните, да, мы умеем с вами делать фильтр. Можем пойти в ТУС, в Property Filter. И сделать, например, на НТЖ, сделать фильтр от 0, там, 3, 0, 1. Ну, например, замечательно. Ну, вот, собственно, наши две модели. В целом, это может быть очень похоже. Вот, с другой стороны, у вас будет домашнее задание сравнить запасы, а также сравнить запасы после загрузки 9 и относительных фазовых проницаемостей файлов. И, собственно, попытаться ответить на вопрос, почему они различны и почему они отличаются. Ну, вот, на данном этапе, наверное, на этом все. Спасибо за внимание. Нет, к сожалению, я должен еще перейти на, может быть, радости. Да, последнее, что хочу сказать, это ваше домашнее задание. Оно касается, собственно, того, чего мы с вами не сделали на видео. Это загрузка ПВТ из файла, который имеется в исходной информации. Там есть файл ПВТ. Соответственно, вам нужно будет сравнить его файлом, сравнить с результатами построения ПВТ по корреляциям и попытаться корреляциями приблизиться к этим данным. Что касается относительных фазовых проницаемостей, вам предлагается загрузить также относительные фазовые проницаемости из файла и сделать после этого инициализацию ровно так же, как мы сделали, только уже с загруженными ПВТ и относительными фазовыми проницаемостями. Здесь я на слайде привел, что вы можете посмотреть в ПРТ-файле. ПРТ-файл мы с вами уже выяснили, загружается правой кнопкой мыши, принт файл. Мы с вами его получаем и здесь вот в конце у нас с вами есть табличка Field Totals, где мы с вами видим геологические запасы нефти. Ну, у нас с вами нет конденсата, поэтому все, собственно, ликвид. И есть подвижные. И вам предлагается, во-первых, сравнить эти запасы, построить в конечном счете таблицу с их несоответствием. И рассчитать еще коэффициент вытеснения и сравнить коэффициент вытеснения в относительных фазовых проницаемостях с тем коэффициентом вытеснения, который получился в модели. Коэффициент вытеснения модели это отношение подвижных запасов нефти к, соответственно, геологическим. А вот теперь, собственно, спасибо за внимание.